девочки здравствуйте уже совсем скоро 9 мая и сегодня я вам хочу показать как выполнить вот такую брошь на 9 мая из материалов которые у меня есть все эти материалы я заказывала на сайте алиэкспресс ссылочки на них будут как всегда в описании под видео итак у меня вот три варианта с тремя разными ленточками сейчас я покажу брошки а потом уже покажу вам материалы которые понадобятся вот такая бело-сине-красный триколор здесь у меня три цветочка также оформлены стразиками по краям и в серединочке и закреплена эта брошка на двойную основу где есть булавочка и зажим можно застегнуть на ворот рубашки если не хотите прокалывать одежду вот такой вот вариант у меня два таких варианте к далее вот так с такой вот ленточкой с надписью 9 мая с праздником день победы года тоже сам у меня здесь оформлены блестящей ленточкой стразиками использованы фоамирановые цветочки сахарные ягодки как и предыдущем варианте и то же самое закреплены на такой же основе еще один вариант с днем победы лента тоже фоамирановые цветочки сделана петелечка и закреплены на металлической основе теперь я вам покажу что нужно для этого использовать так у меня в арсенале есть три вот такие вот ленточки вы все видели распаковку с этими лентами с днем победы вот такая вот 9 мая 41 год 41 45 и триколор еще совсем недавно я получила георгиевскую ленту тоже с сайта алиэкспресс нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить еще один вариант броши вот с такой вот ленточкой на нее ссылочку я тоже оставлю в описании так как я уже сказала нам понадобится вот такая стразовая ленточка у меня вот такой рулон ссылочка тоже будет в описании сахарные ягодки я их тоже заказывала на алиэкспресс вообще алиэкспресс площадка для рукодельниц это просто такое многообразие товаров просто глаза разбегаются и хочется прям все заказать в общем такие ягодки нам нужны будут фоамирановые цветочки здесь я использовала два с половиной три сантиметра в диаметре как видите они все очень качественные хорошие хотя попадались конечно же цветочки рассыпанные ну ничего страшного так для моей броши я возьму сейчас красный голубой белый цветочек также понадобится основа как я уже вам сказала двойная ножницы горячий клей пистолет и вот такая вот такой вот шаблончик его я выполнила сама для того чтобы нам красиво сложить вот эту вот ленточку размер я вам напишу напишу внизу конечно значит общая ширина 8 ширина вот по этим краям 7 то есть по три с половиной пополам я поделила сторону и верхняя вот это вот верхний краешек который меня получается вот эта вот сторона у меня три сантиметра по полтора сантиметра с каждой стороны если вам нужен мастер-класс по такому шаблону то дайте мне знать я сниму отдельное видео и так возьму вот такую вот ленточку триколор и сейчас вам покажу как ее использовать нам понадобится еще вот таких два крокодильчика ну или любые зажимы канцелярские для того чтобы фиксировать ленточку и так вот таким вот образом я укладываю ленту на шаблон ориентируюсь на края чтобы были одинаково расположены если с этой стороны вы укладываете уголочек допустим по длине вот сюда на самый уголочек то и с этой стороны ленточка должна тоже так выходить на уголочек далее смотрите будьте аккуратны сверху чтобы здесь было одинаковое расстояние чтобы они плотно были прижаты друг дружке шаблон и лента и также выводим все ровненько делаем крепим шаблону обрезаю ленточку с запасом немножечко чтобы я могла потом отрезать наискосочек ленту так как мне будет нужно так зафиксировали теперь наносим горячий клей и фиксируем нашу ленточку так чтобы были одинаково расположены края склеиваем ее посерединке снимаем наши зажимчики так хорошенечко прогладить нужно с этой стороны вытаскиваем шаблон придерживая ленту нам нужно будет приклеить чтобы не топорщился этот край внутри нанести горячий клей и прижать вот так вот у нас все красиво ровненько получилось далее делаю скошенные края обрезаю немножко наискосочек и сразу же оплавляю зажигалкой то же самое делаю с другой стороны симметрично ленточка кстати очень удачная мне попалась плотненькая очень хорошо с ней удобно работать так теперь нам понадобится три ягодки сахарные я обрезаю их ножничками чтобы был небольшой хвостик раз два теперь склеиваю между собой цветочки склеим не переусердствуйте они довольно легкие очень хорошо держится хорошо склеиваются наносим буквально по нескольких капель и вот таким вот образом склеиваем наши цветочки теперь наши ягодки нужно приклеить вот здесь вот между цветочками лучше всего это делать с изнаночной стороны но обращайте внимание конечно же на лицевую как у вас располагаются сами ягодки наносим клей прикладываем ягодку и смотрим как она у нас расположена то же самое делаем и с двумя другими смотрите чтобы они одинаково выглядывали из-за цветочков чтобы все было красиво равномерно аккуратно так и еще одну приклеиваем хорошенечко ее прижимая так все у нас аккуратно так теперь нам остается сюда приклеить сразу вую ленточку но это конечно же по желанию отмеряем нужный отрезочек так сейчас я это сделаю очень удобная эта ленточка мне нравится ее использовать довольно дешевая по цене так отрезаем для приклеивания этой ленты но в моем случае как видите у меня длинные ногти поэтому лучше всего конечно же пользоваться пинцетом чтобы себе ничего не обжечь не приклеить так приклеиваю с одной стороны и теперь аккуратненько промазываю и приклеиваю с другой посадили на место ленточку вот что у нас сами получилось теперь нужно приклеить на края ленточка сама на нитевой основе поэтому чтобы ниточки не торчали я прижигаю эту ниточку так замеряю здесь сколько понадобится я думаю что будет одна лишняя но потом ее обрежу наношу клей аккуратненько приклеиваем то же самое делаем с этой стороны так отрезаю лишнюю и на второй язычок тоже приклеиваю пять штучек у меня получается этих стразинок сейчас я их отрежу и приклею их на другой язычок пока клей горячий можно сдвинуть ту сторону куда нужно поправить так ну и все наша петличка готова теперь остается приклеить наши цветочки по центру я наверно и приклею красным вверх чтобы здесь на белом фоне было поярче видно его наношу клей и сажаю по центру хорошенечко фиксируем не бойтесь помять цветочки они отлично держат форму так приклеили и остается приклеить только брошку основу наношу клей так чтобы через отверстие где закреплена вот эта булавочка немножко просочился сам клей так плотнее лучше держится будьте аккуратны и основа нагревается вот смотрите клей у меня выступил основа нагревается чтобы не обожглись ждем пока клей остынет так наша брошечка готова вот так вот быстро легко и просто я вот буквально не ускоряя никакую съемку сегодня за 10 минут с вами сделала вот такую брошку девчонки всех с наступающими праздниками если вам понравился сегодня мой мастер-класс по таким вот шикарным брошечка ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал те кто еще не подписан нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить выходы новых видео как я уже сказала все ссылочки будут на товары в описании под видео я желаю вам всего самого наилучшего до скорых встреч